Дело Тимошенко затягивает подписание соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом. Об этом заявили сегодня в Люксембурге главы МИД стран членов ЕС. Они обратились к официальному Киеву с просьбой как можно скорее разрешить ситуацию вокруг осужденной экс-премьера. Дмитрий Хухлаев попытался оценить шансы Юлии Тимошенко на амнистию. Единая Европа напрямую связывает судьбу Юлии Тимошенко с дальнейшими шагами по интеграции Украины. Лидеры ЕС всего через месяц должны решить подписывать ли им соглашение об украинской ассоциации. Судьбоносный документ, открывающий Киеву дорогу на запад, может быть положен на полку, если ситуация, находящаяся в заключении экс-премьером Тимошенко, не будет разрешена. Об этом предупредили украинские власти, собравшиеся сегодня в Люксембурге, министры иностранных дел Евросоюза. Главными двигателями дела Тимошенко уже долгое время являются немецкие политики и врачи. Германия полностью готова. Несколько дней назад в Киеве я сделал предложение принять Тимошенко, чтобы она могла получить необходимую медицинскую помощь. Это дело имеет символическое значение, и его решение больше невозможно затягивать. Сейчас все карты в руках украинской стороны. Британский коллега Вестервилли предупредил об опасности связывать евроинтеграцию Украины исключительно с делом Тимошенко. Хочу подчеркнуть, что мы обсуждаем не судьбу одного человека, а ситуацию в Украине в целом. Происходящее там во многом не отвечает нормам, принятым в Европе. Я имею в виду прежде всего выборочное правосудие, а также необходимость проведения в этой стране юридической и электоральной реформы. При этом среди евроминистров нет полного согласия в том, что именно требовать от Украины. Швеция, скажем, настаивает, чтобы Тимошенко не просто отпустили на лечение за границу, а полностью амнистировали. Я достаточно скептически отношусь к идее поездки Тимошенко в Германию. В этом есть скрытая опасность. А если она не захочет возвращаться, что тогда? Украина будет запрашивать ее экстрадиции, чтобы посадить обратно в тюрьму? Это не решение проблемы, а лишь дополнительный крюк. Дочь, находящаяся на тюремной больничной койке с главы правительства Украины Евгения Тимошенко, надеется, что матери удастся выехать на лечение в Германию до 19 ноября, как было договорено в соглашении украинских властей с европейскими посредниками. Напомню, Тимошенко-старшая была осуждена в 2011 году на 7 лет тюрьмы за превышение служебных полномочий при подписании газовых контрактов с Россией. В начале октября она официально объявила, что готова ехать на лечение в немецкую клинику, но никогда там не останется, а вернется на родину, чтобы, цитата, «бороться с царящей там политической диктатурой». Мама приняла решение, которое далось ей весьма непросто. Теперь нам и нашим европейским друзьям лишь остается ждать, что решит президент. Если он ее помилует, то дальше все пойдет очень быстро. Лично я уверена, что маму освободят до 20 ноября. Даты подписания документа об ассоциации Украины с Евросоюзом. Ранее президент Янукович заявил, что Верховная Рада может принять закон о возможности лечения Юлии Тимошенко за границей и пообещал подписать этот документ. Лидер оппозиционной парламентской фракции «Удар» Виталий Кличко призвал Януковича прекратить перекладывать ответственность на парламент, а вместо этого помиловать Тимошенко и прекратить игры с будущим Украины. Сходной позицией придерживается и международная миссия Кокса Квасневского, и ее члены уже завтра должны вновь прибыть в Киев для работы над окончательным вариантом отчета о готовности Украины к евроинтеграции.